Мальвина в розовом садике. Черепаха-тортила с золотым ключиком и настоящий карабас-барабас в человеческий рост. Сквер возле театральной площади превратился во всеми любимую сказку. Дизайнеры Зеленстроя решили дополнить цветочные клумбы яркими экспозициями. С помощью пластиковых фигур специалисты оформили несколько сюжетов из истории Буратино. Все, что связано с цветами, с скульптурами такими сказочными, конечно, очень интересно и красиво. И это вносит какую-то изюминку в парк и вообще в этот город. У нас в Красноярске тоже пытаются что-то подобное сделать, но тут вот у нас еще даже цветов нет, а тут уже все цветет и как бы очень даже прекрасно. Пока это только эксперимент. Если он понравится жителям и гостям курорта, в Анапе появится больше тематических клумб. Сказочный сквер уже стал популярной фотозоной. Однако подходить к фигурам вплотную дизайнеры не рекомендуют. Фигуры расположены в цветочной клумбе. Поэтому для того, чтобы сфотографироваться, достаточно встать возле бордюра на плитке. Будут прекрасные виды на фигуры и на цветы. Не предусмотрено, что на фигуры нужно залазить. Клумбы в новом оформлении появились и у городской администрации. Это бегуньи. Традиционно цветы тени любивые. Однако новый сорт прекрасно переносит жару и будет радовать гостей курорта до самых холодов. Оформление дело кропотливое. Сначала дизайнеры рисуют схему на бумаге и переносят модель в компьютер. Перед посадкой нужно провести разметку и подобрать цветы разных оттенков. Такое изобретение придумали местные флористы. Уже несколько лет специалисты зеленстроя высаживают растение с помощью металлической решетки. Ее кладут на землю и сажают в лунку по одному цветку. Благодаря этой технике получаются настоящие цветочные картины и ровные узоры. Сейчас рабочие закончили озеленение сквера у городской администрации и продолжат оформление клумб на улице Горького. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Роман Беркалиев. Анапа. Регион.